Покупка квартиры за рубежом. Самые доступные страны Европы. Вы думаете о переезде или выходите на пенсию в Европе? Желаете приобрести дешевые апартаменты на Старом Континенте? С помощью нашей статьи вы откройте для себя доступные страны для покупки квартиры за рубежом с указанием преимуществ и недостатков каждой. Оглавление. Напоминаем, что для совершения покупки квартиры за рубежом и ее содержания в будущем вам понадобится открытый зарубежный счет. Обратитесь за консультацией к экспертам International Wealth. Вас ждет первая бесплатная консультация по поводу счета в иностранном банке, а также наши услуги по юридическому сопровождению сделки купли-продажи, регистрации иностранной компании, оформлению вида на жительство. Покупка квартиры за рубежом. Обзор. Многие люди мечтают о собственной квартире за границей. Не важно, что это будет. Квартира. Апартаменты. Загородное жилье. Одни захотят переехать в него жить, а другие сдавать в аренду, выгодно вложить инвестиции. Сегодня существует возможности купить квартиру за рубежом, а именно в некоторых доступных странах Европы и заплатить намного меньше стоимости аналогичного жилья в США или Великобритании. Мы перечислим не только дешевые регионы для покупки квартиры за рубежом, но и сообщим, почему они доступны. Мы также укажем цены за квадратный метр в разных странах европейского континента. Начнем со списка дешевых стран для покупки квартиры за рубежом в Европе. Самые дешевые страны для покупки квартиры за границей. Болгария. Начнем список дешевых стран для покупки квартиры за рубежом с Болгарии. Это одна из доступных стран в Европейском Союзе по стоимости проживания и с низким доходом в объединении. Тут более низкая стоимость проживания по европейским стандартам, но зато довольно дешевые квартиры за рубежом. Цены на недвижимость в Болгарии довольно низкие по сравнению с сельской местностью, на берегу моря и столице. София одна из наиболее дешевых столиц Европы, где цена квадратного метра колеблется от 1000 до 2000 долларов. Немного подальше от центра нередко находят квартиры стоимость ниже 1000 долларов за квадратный метр. Если поехать во внутренние районы страны, цены еще ниже. В городе Велика Тернова можно купить квартиру по цене от 500 долларов за квадратный метр. Для собственников квартиры за рубежом Болгария предлагает визу для пенсионеров, позволяющая находиться на территории государства более 90 суток каждые полгода гражданам стран, не входящих в Европейский Союз. К тому же Болгария подходит предпринимателям ведения бизнеса. Здесь одни из наиболее низких ставок корпоративного налога в Европейском Союзе 10% и доступно получение вида на жительство бизнесмену и пенсионерам с деньгами. Португалия. Португалия приобрела за последние десятилетия огромную популярность среди иммигрантов и пенсионеров. Это привело к резкому росту цен на рынки недвижимости. Но почему же тогда Португалия в списке дешевых регионов для покупки квартиры за рубежом? Цены на недвижимость Португалии действительно значительно выросли за последние десятилетия. Большая часть ценовой колебаний произошла в курортных районах. Прибережные Лиссабон, Порту и Алгарве стали дорогими. Глубже на полуострове предлагают скидки. Большинство сделок происходит в сельской местности. Покупают жилье и небольшую фирму по довольно низкой цене. В районах Браганса и Каштеллу Бранку вдоль границы с Испанией продают жилье стоимостью до 500 долларов за квадратный метр в застроенной площади, часто с красивым садом. Однако, как правило, объекты расположены в сельской местности либо в небольших городах. Вид на жительство Португалии выдают за покупку недвижимости от 350 тысяч евро за объекты, требующие реновации. Еще оформляют пенсионную визу с финансовыми требованиями на уровне средней заработной платы по стране. Турция. Турция подходит для людей, желающих купить квартиры за рубежом по низким ценам. Во-первых, покупательная способность и стоимость проживания турецких граждан намного ниже, чем в большинстве европейских стран. Во-вторых, турецкая лира, являющая национальной валютой страны, довольно регулярно теряет в цене по сравнению с долларом и евро. Много интересных мест стоит рассмотреть как в европейской части страны, так и в азиатской части. Выбор между красивой сельской местностью, горными районами, побережьем Черного моря и побережьем Средиземного моря. Город Эдирны находится в европейской части Турции, прямо у границы с Грецией и Болгарией. Предлагает квартиры за рубежом с потрясающими ценами. Предлагает недвижимость по цене от 600 до 700 долларов за квадратный метр в красивых центрах района. В Текердаге, прибережном городе, находящемся также в европейской части Турции, цены еще ниже. Хотите квартиру за рубежом в хорошем состоянии с видом на море по цене от 300 долларов за квадратный метр? Получение вида на жительство для проживания на турецкой территории также довольно доступно и относительно легкое. Достаточно совершить покупку квартиры за рубежом на турецкой территории по цене от 250 тысяч евро. Со странами СНГ установлены безвизовые режимы, так что приехать в качестве туриста и провести несколько месяцев собственной квартиры не составит труда, независимо от гражданства. Еще советуем посетить Северный Кипр через Турцию. Половина Кипра остается спорным регионом между Турецкой Республикой Северного Кипра и обычным Кипром, членом Евросоюза. Турецкая сторона Кипра намного дешевле независимой части члена Евросоюза. Латвия. Латвия удобный вариант покупки, дешевые квартиры за рубежом и проживание в Северной Европе, поскольку большинство перечисленных ниже находится в Южной Европе. Прибалтийское государство является полноправным членом Европейского Союза и членом Шенгенской зоны. На текущий момент использует общую валюту евро. Столица Рига тоже является городом для покупки квартиры за рубежом по доступной цене. Фактически Рига дешевая по проживанию столица в Европейском Союзе, наравне с болгарской столицей Софией. Найти недвижимость в Риге недалеко от центра города по цене от 1500 долларов за квадратный метр не составит труда. Нередко появляется предложение по цене от 1000 долларов и ниже, если недвижимость нуждается в ремонте. За пределами Риги цены еще ниже. Например, в городе Даугаплисе на востоке Латвии довольно часто продают квартиры, стоимость квадратного метра которых составляет 300 долларов США. Латвия предлагает вид на жительство инвесторам в недвижимость. Чтобы претендовать на получение вида на жительство, необходимо вложить от 250 тысяч евро в недвижимость. Разрешается покупать одну или несколько объектов. В одном жить, а остальные сдавать. Румыния. Румыния известна в Европе восхитительной кухней, причудливыми провинциальными городами Трансильвании и низкой стоимости проживания. Столица Бухарест довольно крупный город с внушительной миграцией населения из остальных частей Румынии. Спрос на жилье высокий, что продолжает относительно высокие цены в Восточной Европе. Достаточно выехать подальше от столицы в остальные города и найти подходящие варианты дешевой квартиры за рубежом. В городах Ясы и Тимишуара найдите несколько квартир за рубежом по цене от 1000 до 1500 долларов за квадратный метр. Если поехать в сельскую местность, отыщите приличное жилье по цене от 500 долларов за квадратный метр, плюс еще зеленый участок, включенный в стоимость. Обратной стороной Румынии является отсутствие вида на жительство для жителей с пассивным доходом. Граждане ЕС могут приехать в Румынию без каких-либо ограничений. Иностранному предпринимателю доступен вид на жительство после открытия компании. Албания. Албания еще одна довольно недооцененная европейская страна. Она похожа на Украину в аспекте цена на недвижимость. Из-за бурных прошлых лет туристов тут мало. Проживание в отелях дешевое, но пейзажи будут радовать. Столица Тирана наиболее дорогой город страны. Стоимость квартиры за рубежом обычно варьируется от 1000 до 2000 долларов США за квадратный метр. На побережье Албании много доступных квартир, например, в городе Саранда. Довольно часто предлагают купить апартаменты с видом на море по цене ниже 1000 долларов США за квадратный метр. Получение вида на жительство Албании несложное. Граждане США имеют право оставаться в Албании до 12 месяцев без визы. Сербия. Сербия предлагает много преимуществ любому, кто задумывается о переезде за границу. Среди ключевых преимуществ стоит отметить невысокую стоимость проживания, приятную погоду и легкий процесс оформления вида на жительство. Кроме того, квартиры за рубежом в Сербии вполне доступны по стоимости. Цены на недвижимость в Сербии схожи с Албанией и Румынией. В столице Белграде цены выше, чем в остальной части страны. Но проехав всего десяток километров от Белгорода, фиксируется значительное падение цен на недвижимость. В городе Нови Сад с отличным расположением и приличной инфраструктурой предлагают квартиры за рубежом в диапазоне от 1000 до 1500 долларов США за квадратный метр. Жилье в сельской местности Сербии в хорошем состоянии обойдется 500 долларов за квадратный метр. Что надо сделать перед покупкой квартиры за рубежом? После рассмотрения некоторых направлений для покупки квартиры за рубежом по разумным ценам, давайте проанализируем основные моменты последующих действий. Документация. Одна из первых вещей на рассмотрении документация. Она включает документы о праве собственности, действующей в стране правила в отношении владения недвижимостью. Проверка документации на недвижимость и понимание местных правил имеет решающее значение успеха приобретения недвижимости. Во многих странах, особенно в тех, которые распались после падения коммунизма, реестры собственности сбивают с толку. Убедитесь, что у квартиры за рубежом один владелец, должным образом зарегистрирован и соответствующий действующему законодательству страны. Учитывайте варианты наличия наследников, давно эмигрировавших из рассматриваемой страны, но имеющих законы и права на собственность. Убедитесь в разрешении покупки квартиры за рубежом в качестве физического лица в конкретной стране. Некоторые государства ограничили права иностранцев на приобретение недвижимости, что довольно распространено в многих странах для сельской собственности. Виза и вид на жительство. Учитывайте действующие в стране правила получения визы и вида на жительство. Наличие безвизового режима. Получение вида на жительство за покупку квартиры за рубежом. Текущие расходы. Последний аспект параграфа – текущие расходы на владение недвижимостью. Они могут сильно различаться в зависимости от типа недвижимости и местоположения. Они включают коммунальные услуги, налоги, ремонт и безопасность. И для оплаты текущих расходов важно открыть счет в зарубежном банке. Воспользуйтесь бесплатной консультацией по подбору иностранного банковского счета от экспертов портала International Wealth. Субтитры создавал DimaTorzok